Всем привет! Простое тесто и улетная начинка. Это печенье мне запало в душу с первого укуса. Делюсь этим рецептом и с вами, друзья. Сначала сделаю тесто. Беру 400 грамм просеянной муки высшего сорта, добавляю сюда 180 грамм мягкого сливочного масла. Все хорошенько разотру. Получается вот такая крошка. Теперь сюда надо будет добавить следующие продукты. Это ванилин, соль, сода, немножко добавлю сахара, чтобы сбалансировать вкус теста. Оно вообще-то не должно быть сладким. Сметана. Теперь надо будет замесить тесто. Когда все ингредиенты хорошенько смешались, добавлю сюда еще 100 грамм муки. Тесто не должно прилипать к рукам, но и слишком забивать его мукой тоже не следует. Когда оно выглядит вот таким образом, я накрываю его пищевой пленкой, отправлю в холодильник на полчаса. А пока приготовлю начинку. Грецкие орехи подсушу на сковороде. Те, кстати, можно взять любые другие. Я думаю, тоже будет очень вкусно. Теперь их надо будет порубить ножом. Довольно-таки в мелкую крошку. Можно воспользоваться блендером. Но мне ножом больше нравится, потому что так лучше чувствуется их аромат. Сюда же на мелкую крошку порублю немножко шоколада и готовлю начинку. К орехам добавляю сахар, шоколад. И чтобы это все хорошенько соединилось, добавлю 3 столовые ложки растительного масла. Можно растопить сливочное. Все смешаю. Получается вот такая вкуснющая, ароматная масса. Так и хочется попробовать ее. Но сахар хрустит на зубах. Вот в печенье он растает и будет то, что надо. Через полчаса достаю тесто. Припылю стол мукой. А тесто разделю на две части. С одной частью буду работать, а вторую прикрою пока пищевой пленкой, чтобы оно не заветривалось. Тесто надо будет раскатать в пласт толщиной примерно 5 миллиметров. Дальше тесто делю на квадраты со стороной 8 сантиметров примерно. Конечно, можно сделать квадраты чуть меньше, чуть больше. Это смотря, какого размера печенюшки вы хотите приготовить. Теперь на эти квадратики надо будет разложить начинку. Примерно 1 чайная ложка. Этого будет достаточно. Разровнять ее по квадрату и завернуть в такие маленькие рулетики. Выкладываю их на противень, который будет застелен пергаментом и отправляю печенье в уже разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Было много теста, много начинки. Маленькие рулетики надоело крутить и я завернула все это в большой рулет. Поверьте мне, вкус от этого у печенья не изменился. Все было настолько же вкусно, как и в маленьких рулетиках. Когда печенье готово, его надо снять с противня и обязательно полностью остудить. А вот уже, когда печенье остыло, присыпать сахарной пудрой. Как я уже и говорила, я влюбилась в это печенье с первого укуса. Тесто в меру хрустящее, начинка ароматная и вкуснющая. В общем, будет желание и время, обязательно приготовьте такое печенье. Желаю всем приятного чаепития. С вами, как всегда, была Виктория. До скорых встреч!